Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека – так звучит тема областных рождественских образовательных чтений. В Щелкове состоялось их открытие. Рождественские чтения проходят на разном уровне. Есть международные рождественские чтения, которые проходят в январе-феврале, но до них проходят рождественские чтения на региональном уровне. Это в рамках рождественских чтений Московской области. Конференции, встречи, открытые уроки, творческие вечера, конкурсы, обширная программа мероприятий для школ, детских садов и учреждений дополнительного образования разработана Щелковским благочинием совместно с Комитетом по образованию. Мы живем сейчас не в простое время, где у даже маленьких деток и у детей различного возраста возникают разные вопросы. И, конечно же, большое внимание уделяется возрождению традиционных ценностей нашего современного общества. Попытка подмены истинных ценностей русского человека – угроза духовности, то, чего нельзя допустить. Поэтому среди наиболее важных задач – приобщение молодого поколения к наследию русского православия. Одним из первых мероприятий рождественских образовательных чтений стала встреча со священником Дмитрием Медведевым в детском саду номер 5 «Карусель». «Сто вопросов батюшки» – так назвали эту встречу. В этой духовной войне касок и оружия-то не видно. Но вот это попытка привнести к нам все вот эти вот нетрадиционные ценности, от которых, слава Богу, наше государство нас хранит. За это большое спасибо. Ну а мы должны хранить в первую очередь себя и наших детей. В этой борьбе важно иметь духовные ориентиры, отмечает священник, святых, героев, за которыми не страшно следовать. Тема рождественских чтений этого года «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» – обширна. Вопросов возникает немало. На встрече педагоги и родители смогли обсудить интересующие их темы со священнослужителем. Проект сейчас идет в детском саду. Это путешествие в прошлое. И мне вот такой вопрос. Пожалуйста, ответьте. Вот как родители Сергия Радоничского, Кирилл и Мария воспитали вот такого выдающегося человека? Начнем с того, что родители у Сами были святые люди, прославленные в лиге святых. И, конечно, они восприняли, ну, как и любой человек, церковлен, он относится к детям не только как к своему творению, да? То есть от родителей ребенок только тело получает, а вот от Бога он все-таки душу получает бессмертную, да? И вот при таком отношении к ребенку, как вот к такому дару Божьему, который родителям вверен на попечение в рамках какого-то божественного промысла, конечно, родители делают все возможное. Эта встреча – одно из первых мероприятий в рамках рождественских образовательных чтений в этом году. Они будут проходить в течение месяца. Анна Балиет, Александр Оржевский, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.